Пенсионерка Мошенники казались весьма убедительными. Они назвали ей практически все ее данные. Я, говорит, сверяюсь с вами. Паспортные данные все назвал, практически мою карту всю назвал. Во-первых, я, конечно, удивилась. Ну, кто может так обманывать, правильно? Карту он попросил перевернуть и назвать вот цифры. Он говорит, вот сейчас вам придет сообщение, и вы эту информацию прочитайте, и мне тоже сообщите, что там пришло. Ну, пришла информация, значит, я ему зачитала, тут же написано, что никому не сообщать. Он говорит, ну, правильно, вот. Поэтому мы уточняемся, ну, вы мне все равно назовите, я же вам звоню. Доверившись, Ольга Егоровна назвала смс-пароль для снятия наличных с ее карты. Точно такая же история произошла и с другой жительницей Якутска. Ей пообещали выплату остатка пенсии с прошлого месяца, но по факту сняли 40 тысяч рублей. Потерпевшая, доверившаяся мошеннице, продиктовала ей недостающую информацию, код карты на обороте и продиктовала смс, пришедшая от банка. Через несколько минут к ней поступило уведомление о том, что с ее счета сняты деньги. За две недели с начала года зарегистрировано еще два подобных факта мошенничества. Главной сложностью является то, что номера телефонов, с которых звонят злоумышленники, зарегистрированы в других регионах. Звонят в основном с Москвы и с Московской области. Номера зарегистрированы на фирмы-однодневки, так называемые. Концы очень трудно найти. Деньги тоже уходят через подставные фирмы, в основном за пределы регионов уходят деньги. А вот пароли, смс, которые приходят, они спрашивают, кому можно вообще сообщать эту информацию? Данные пароли являются конфиденциальными и даже работникам Сбербанка никому нельзя говорить этот данный номер, только для вас предназначен этот пароль. Также код на обороте тоже никому нельзя говорить, это тоже только конфиденциальная информация, даже работникам банков. Стражи порядка уже неоднократно рекомендовали гражданам проявлять бдительность и не передавать личные данные доступа к банковским картам. Впрочем, и Ольга Егоровна теперь знает простой способ разоблачения злоумышленников. Постараться отключиться от телефона и перезвонить в соответствующие органы, ну тот же пенсионный, узнать, действительно есть такое или нет. Лучше все-таки передовериться. Но, по крайней мере, данные по карте Сбербанка или по другим банкам никому не выдавать. Пресс-служба Межмуниципального управления МВД России Якутская.